Загляни в лавку rpgdon.com, купи серебро в Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео! Всем привет, ребята! С вами Nitrich и играем мы в Black Desert Online. Сегодня у меня для вас отчет о прошедшей осаде, о долгожданной для меня осаде. Так как три недели на отдыхе не играл, очень уж я соскучился, пропустил новые осады. С патчами, где была увеличена выживаемость, плюс теперь осады проходят еще дольше из-за того, что можно строить кучу всяких сооружений. Как, например, Хвачха. Это что-то типа огромного арбалета, которое зараза меня постоянно ваншотила при раше на вражеский форт. Огнемет. Очень опасная штука. Высокие стены и оборонительные башни, которые опрокидывают. Даже Гоблин бы лайкнул этот видос, чтобы он попал в топчик. Лайкни-лайкни видос. Ну да ладно, давайте уже перейдем к самой осаде. Кальфион остался у нас у первого состава IDQB, так как туда никто не пришел. А вот на Медии была жара. Одиннадцать башен, представьте себе. В них входили два состава Black Label, два состава Хаосов, клан Золотая Орда, Прец, Преторианс и Параноид. Три наших. Это Клеверки, мы и IDQFA. Стукнули заветные 7 часов вечера по Москве и мы побежали в атаку. Первыми на нашем пути встретились Преторианс. Первоначальной задачей было, конечно же, поставить удачно форпост, на котором можно резаться и снести одного из врагов. Как можно скорее, так как у нас была информация, что со старта все будут валить нас. А потом уже драться друг с другом. У Инквизитора, лидера нашего сообщества, была тяжелая задача. Правильно направить силы других составов и ударить основным, в нужном, точном направлении. А главное, подобрать временной промежуток для хорошего маневра. Было принято решение. Сначала атаковать гильдию Black Label. Но, как оказалось, проблема была не в атаке, а в том, как до нее добраться, не встретив другие гильдии, которые постоянно мешались на нашем пути. Наш рейд-лидер Упс отлично среагировал на всю ситуацию и повел нас, как морской спецназ, в обход. В платье. А ты кривые роет, подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. И вот он, долгожданный момент атаки. Ура! Вали, круши, ломай! Но не тут-то было. Огнеметчик Black Label оказался на высоте. Ну, благо, фарпост уже стояла вокруг него, а нас тоже ждала веселуха. Но не удалось нам продавить Black Label, так как постоянно мешали остальные гильди и завязывали с нами ПВП. Поступила новая команда бросить БЛов и атаковать черных хаосов. Но, как видите, не так-то это просто, когда в спину приходят толпы врагов. Сколько мы тут не веселились в атаке, к сожалению, наша задумка не удалась. Потихоньку-потихоньку в пол нашей базы разрушили предсы. Быстренько, специально убившись об ближайших врагов, мы портанулись на палатку и стали наводить порядки у себя. Конечно же, у предс был установлен фарпост недалеко от нашей базы и... Нескончаемым потоком начались на нас набеги врагов. Задача стояла как можно быстрее отстроить то, что потеряли, и, конечно же, зарашить флажок респа предсов. Установив его на здании, что для меня было дикостью, такое увидеть, хер до него доберешься. Впрочем, как и до нашего. Но, повторюсь, давно я не был на осадах, отпуск сказывается. Долго и упорно мы его стали мучить и потихоньку колупать. Инг даже делал один раз маневр с суммоном. Но, не зная, где залезать на стену, трудно подобраться и помочь. В общем, вот такой хитрый ход. И лев в клетке. Вся наша осада была засрана из-за одного форпоста. Со сносом которого мы затянули. Затем нам не давали выбраться из обороны. Идя на нас нескончаемым потоком из всех щелей. Уничтожив наших клеверков и КФА, враги вокруг нас поставили флажки. И резались, 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 резались. Спасибо, ребята, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш второй канал RPG.TV. Там вы увидите много интересных новостей и гайдов по другим играм. Пишите комментарии, с удовольствием их читаем. И как всегда, всем удачного дропа. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok